привет никита познаем нас с тобою привет зовут меня никита мне 28 лет я с мариуполя боец полк азов в азов пошел когда это еще было батальон азов в четырнадцатом году в сентябре дослужил до 16 года потом уволился вот пожил гражданской жизни но момент даже жизни на гражданке как называют все равно принимал участие в жизнедеятельности азовского движения только на гражданском фронте скажем так занимался рекрутингом набора новобранцев в азов по донецкой области и в 2020 году вернулся обратно на службу собственно вот так а если бы не война которая началась четырнадцатого года я бы хотел стать преподавателем истории это одно из моих желаний было мотивировало то что во первых мои друзья все пошли мы одновременно все решили связано также это и с фанатским сектором на котором я был то есть у нас понятие как патриотизма а слава украине звучало задолго до как его начали сейчас активно все уже произносить да и все да и наш город в конце концов мариуполь он был под угрозой захвата он и был захвачен какое-то время потом батальон азова с другими подразделениями выбили так называемых сепаратистов и потом была вторая угроза захвата города и мы тогда уже с друзьями решили что отсиживаться не будем и все и в четырнадцатом году вот у меня было день рождения 15 сентября и 16 сентября мы все заехали на базу которая находилась на левом берегу мы договорились с командованием на тот момент еще батальона что мы бы хотели без курса молодого бойца который в киеве проходил чтобы сразу быть в городе потому что все ждали штурма города собственно и мы не хотели в этот момент находиться в киеве и с этого момента с четырнадцатого года по сей по сей день вся моя жизнь посвящена азову если можно так выразиться вот и все як ты застрив полномасштабную вейну значит встретил я его не в мариуполе но если так вкратце у азова по боевому завданию регулярно выезжала группа бойцов на северное направление линии разграничения это нова луганка вот и каждых два месяца бойцов с каждых разных подразделений там станковая рота из пехоты брали на обкатку бойцов то есть там у нас были определенные боевые задачи на их не буду сейчас говорить и нужно было чтобы каждый умел это делать боец в идеале вот и так уж попало что меня вообще должны были поменять в марте вот в общем я его встретил в нова луганке мы работали там совместно с вооруженными силами украины 30 бригады и я и еще 7 таких же бойцов с разных подразделений мы все встретили его у меня разбудили разбудил дым который погиб к сожалению это с разведки был боец тоже с 14 года на замечательный был человек он меня разбудил говорит вставай братан война я говорю да я в курсе что война как бы ну я хочу спать на рит ты не поняла вид ракеты по киеву прилетают вставай подъем ну и так я уже узнал что началось вторжение який булы вид чуття перед дорогою до мареуполя значит как я оказался мареуполе 24 февраля когда вот начались бомбежки городов аэродромов и так далее когда началось вторжение мы нашей группы собрали сразу все вещи которые могли просто так сожалению на тот момент на той позиции где мы были у нас была всего одна машина двухместная с небольшим кузовом но у нас было большое количество дорогостоящего и очень полезного оборудования ну и 8 бойцов но тем не менее мы начали по возможности собирать в эту машину оборудование и параллельно выходили на связь с нашим командованием мариуполе и запрашивали наши действия то есть мы готовы ехать но пришлите нам еще машину мы не можем погрузить все оборудование на что нам ответили мол парни никуда не срывайтесь у вас задача взаимодействовать с вооруженными силами украины по месту у нас все отлично за нас не волнуйтесь если вы нам понадобитесь мы за вами обязательно пришлем машину и мы начали ну мы продолжили работу то есть какую делали и до этого начали готовиться ждали то есть везде шли наступления то есть и мы ждали попытки прорыва противника на нашем направлении но так уж вышло что он нашу позицию наша села которая была поселок его штурмовых действий там не проводилось противник пытался нас обойти с флангов а нас просто периодически обстреливали артиллерии то есть и все и в этот же момент то есть когда ну мариуполь очень быстро окружили и по сути мы ничего сделать уже не могли мы наблюдали переписывались парнями они рассказывали что как где мы только лишь могли с ними переписываться и сидеть под артобстрелом и все конечном итоге досидели мы я не помню точных дат или 20 марта или 21 марта плюс минус мы приняли решение что больше мы сидеть под обстрелами не можем мы запросили у командования дайте нам добро чтобы мы пошли на соединение с подразделениями которые сформировали бывшие азовцы там было уже большое количество подразделений в которых были наши парни катину с которыми мы служили раньше хорошо знакомы и мы в конечном итоге при нам дали добро говорят хорошо парни но перед этим мы обучили солдат вооруженных сил украины на те же позиции оставили чтобы работа продолжалась ну а чтобы наша совесть была условно чиста чтобы мы тоже хотели принимать активные участие в боевых столкновениях чтобы нам не было так стыдно перед парнями которые уже были в блокаде мы решили поехать к нашим ветеранам полка в киев и воевать за столицу по приезду уже в киев если не ошибаюсь 22 марта это было до 22 марта мы приехали в киев и уже в киеве нам сказали что есть возможность попасть мариуполь мы конечно же удивились согласились то есть это даже не обсуждалось связались еще раз с командованием с мариуполя и от редиса в общем редис нам сказал следующее что ваша восьмерка должна первой ступить на засталь то есть мариуполь и все информации там подробности ничего не говорили просто сказали есть возможность конечно же мы все мы сказали ждем и все на следующий день с киева мы приехали в непропетровскую область то есть нас 8 действующих бойцов как нам еще в киеве говорили что мы блуждающие азовцы или заблудившиеся азовцы нас называли восьмерку это мы приехали в непропетровскую область нас восемь человек и еще двадцать три добровольца которые тоже изъявили желание помочь защитникам города но большинство из них были тоже бывшие бойцы полка то есть мы их знали которые вернулись некоторые вернулись европы то есть все хотели помочь парням с мариуполя и уже в непропетровской области мы когда ну мы ломали головы вот я своей голове не мог представить как это будет ну то есть пеша мы не можем потому что нам сказали что вы пойдете туда в подкрепление для усиления но также с помощью этой операции помогут вывести раненых также мы сможем доставить быка то есть сухопутно это практически невозможно пройти там оккупированная территория уже вокруг мариуполя была огромная там до 100 километра радиуса ну я не мог поверить что это будет воздушный именно полет ну то есть это для меня это было из рода абсурда ну то есть я в ней я не мог поверить да и все но потом за несколько часов до вылета нас всех собрали и озвучили план как мы туда попадем ну и все и все все поняли все таки это будет воздушный коридор то есть два вертолета на сверх малых высот и должны были пробраться мариуполь основная основных у нас было две задачи первая добраться до мариуполя вторая задача помогать защитникам города удерживать оборону усиления и все больше задач не поступало но это и так было понятно какие там задачи последовали мы вздремнули где-то час там на автобусах вы выехали в точку там нас всех построили и перед вылетом вот мы там я дым мелкий мелкий это был старше нашей восьмерки его оставили старшая на наших позициях тоже к сожалению погиб вот мы раздав вот у нас были баулы это все имущество что у нас осталось с вещами и мы вот эти вот с этих булав раздавали вещи парням но которые не летят которые просто там военные были мы им просто раздавали все наши вещи вынуша ну все мы были уверены что эти вещи уж точно никогда в жизни больше нам не пригодятся но с черным юмором в общем мы были уверены что мы не долить ну как можно долететь ну я не знаю для меня это было из ряда вон выходящего но чтобы совесть наша была часа мы конечно же обязательно должны были попробовать чтобы перед парнями не было стыдно еще больше всего мне хотелось чтобы мои друзья я хотел посмотреть на их лица когда они меня увидят потому что ну это это был бы пранк из ряда вон выходящего мы с дымом об этом часто шутили то есть он тоже говорит я хочу взглянуть и мне интересно что они скажут когда я хоп такой появлюсь все перед самим вылетом это было рано утром нас построили сказали что до этого такой коридор уже был но доставляли только боеприпасы и забирали раненых вы будете первыми в качестве подкрепления города если у вас все получится у вас все получится то после вас будут еще и еще такие подкрепления то есть парни таких операций не было все будет хорошо вы будете первые все у вас получится там и все погрузились вертолет к слову скажу что до этого я никогда не летал и вообще летать я не особо в общем я бы хотел свой первый полет сделать не в таких условиях и не в таких обстоятельствах конечно но как то так долетели мы тихо то есть стрельбы не было по нам летели по над деревьями бывали моменты что ты слышишь как черкает листья ветки то есть ну такое конечно когда мы уже подлетели подлетали к самому ариуполю мы видели вражескую технику то есть я отчетливо видел тигр стоял российский бронеавтомобиль залетали мы получается через море через мелекина вылетали на море и через море залетали на азовсталь тоже картина просто неописуемая на самом-то деле потому что просто понимаете и вот почти месяц полномасштабной войны сидел просто под обстрелами грубо говоря вот в этой новой луганке и тут ты сразу оказываешься максимально экстремальных условиях вот в самом самом эпицентре самых ожесточенных боев условно блокадный город и и вот эти вот контрасты они просто просто максимально ощутимы потому что везде смог дым все горит то есть горизонт вот так вот везде клубы дыма подымается но и первое что вот я почувствовал когда мы спустились приземлились и выгрузились я был просто счастлив потому что ну повторюсь ну ну я не мог поверить что мы доберемся вот серьезно я был настолько рад такая эйфория ну то есть эта эйфория быстро прошла потому что счет был на минуту то есть было ограниченное количество времени для выгрузки бэка и ограниченное количество времени для погрузки раненых если мы в эти бы временные лимиты не вложились то какой-то части раненых бойцов он не смогли эвакуировать забрать поэтому нас встретили то есть ты выгружаешься сразу эти разрывы канонады то есть все вот этот отчетливо слышно все там регулярный там обстрел 24 часа в сутки и как фильмов как каких-то знаете вот как как в ираке каком-то то есть песок там смог дыма вот этот со шлаковых гор я не знаю чего ну в общем все в пыли ничего толком не видно залпы разрывы мы быстро выгружаем быка максимально быстро погружаем раненых которые нас уже ждали я встретил занимался вот этой вот эвакуации с мариуполя один мой побратим не буду называть позывных но я его хорошо знал я с ним здороваюсь на эйфории мол привет я рад тебя видеть а он вообще то есть он говорит время время быстро то есть и показываю там авиация авиация и вот мы быстро загрузили раненых и нас сразу отвели пешим ходом мы продвигались по завстали под ну в общем авиация крыла регулярно говорит у нас есть пять минут вот разрыв слышим авиации там перебежали опять пять минут надо переждать опять разрыв авиации и все я понял что ситуация тут очень напряженная вот так вот я собственно и попал мариуполь это на следующий буквально на второй день нас когда разбросала по позициям то есть мы встретились нас отправили меня и дыма мы с одного батальона были нас отправили к нашему батальону сразу же парней других там 6 человек они были с других подразделений которые именно снова луганки их распределили под другим тоже подразделения мне с нами не пошли но мы с ними пожали руки сказали ну парни до встречи до встречи все ему ушли 1 я дым и кельт еще был кельт это был старший все это операции от всех нас там 31 человек если не ошибаюсь было а мелкий был старше именно наши восьмерки кельт это бывший азовец с мариуполя тоже он вообще жил за границей то есть он отслужил он он там получал ранения когда служил раньше но боевой человек мужчина просто вообще то есть репутация уважения к нему огромна и он вернулся сразу же когда полномасштабная началась и он один из первых вызвался лететь в мариуполь он был старше всей нашей группы мелкие старшие вот именно наши восьмерки и на второй день когда мы уже были разбросаны все по позиции на второй день не уже сообщили что мелкие кельт погибли то есть но там интенсивность боев ну я не могу это это нужно увидеть что ли я не могу объяснить очень ну максимально максимально сложно было адаптироваться так быстро в тех условиях что там происходили и как то так давайте лучше наводящие вопросы то я могу об этом часами разговаривать как ты получил ранения в общем на пятый день если не ошибаюсь пребывание мариполя может быть даже и на шестой но я уже не важно мы отошли из микрорайона восточный мы уже были у трамвайного депо у нас была там оборонительные наши рубежи на нашу позицию гаражи рано утром выехал вражеский танк начал их упоростить постреливать наш боец с рпг танк подбил оттуда выбежали танкисты ну танк стоял заведенный то есть он его не поджег но танкисты оттуда выбежали одного пострелили вот и нас меня и еще одного бойца варан тоже с минометной батареи хороший тоже очень парень тоже как потом выяснил чуть позже погиб вот и нас отправили на левый фланг встречать пехоту которая что за танком у нас обстреливали закидывали агсами рпг с рпг по нам работали и вот один из таких снарядов рпг попал то есть я был сразу ранен еще двое бойцов со мной собственно вот так вот я и получил ранение потом но я сразу упал от попадания потом не помогли подняться мы отошли и оттуда она сразу эвакуировали на копейки на жигуле под обстрелом нас отвезли на ксп-то мне оказал первую помощь наш парамедик парамедик 3 роты полка паскаль тоже замечательный человек тоже к сожалению погиб позже вот и оттуда нас эвакуировали на позицию почта чтобы оттуда отвезти в госпитале в азовсталь но проблема была в том что до вечера мы ждали эвакуации с почты потому что до этого не было возможности выехать потому что регулярно обстреливались полностью город обстреливался там где город не обстреливали на рубежах соприкосных боев то скорее всего значит там будет вражеская пехота с техникой прорываться если там обстреливали значит там противник не продвигается и ближе к вечеру я не помню уже время нас все-таки вы решили попробовать отвезти довезли успешно и там уже в госпитале на завстали мне оказывали медицинскую помощь вот достали осколки какие можно было ну там попадание было в область руки лопатки и осколок затылок и по сути все достали часть осколка с головы и вот этот врач говорит что у тебя дырка в черепе говорит мы тебе тут ничем не можем помочь все парниша тут уже навоевался ну я давай там рассказывать то есть меня обкололи сразу обезболом просто когда нас привезли на ксп я начал немножечко бледнеть ну в общем близко было к тому чтобы я потерял сознание но меня обкололи каким но обезболом семьи я потом какое-то время даже был жипчик вот и врач говорит мы тебе ничем не можем помочь там сказал чтобы в кололи мне там кучу вот этих каких-то ампул положили говорят ну все этого тоже на эвакуацию и в эту же ночь была эвакуация и ближе к ночи нас отвезли на грузовом автомобиле на завстально в общем к там как бухта то есть там ну к морю в общем в ток моря я не знаю как это прямо сказать там на ждали лодки на лодках нас мы поплыли в общем в порт приморский по пути лодка наша заглохла мы еще с красным фонариком искали лейку чтобы залить топливо чтобы она поехала дальше но все-таки доплыли до утра мы ждали эвакуацию вертолетов прилетели эти самые вертолеты я думал опять их два будет как и мы когда летели а их прилетело ну по меньшей мере я видел четыре и это тоже еще одна картина вот прям вот тут я вот никогда не забуду как как фильмах потому что было четыре вертолета из этих четырех вертолетов везде выходила и строилась пехота то есть я знал что это еще под подкрепление их было ну вдвое чуть ли не больше чем нас когда мы летели и они когда помогали нас сажать на вертолеты там давайте парни вы справились дальше мы сами ну это не знаю у меня такая гордость взяла что вот такие люди есть вообще у нас в стране и отдельно я хочу сказать уважение к пилотам потому что пилоты но это просто тоже во первых их высокий профессионализм а во вторых отвага потому что не каждый не каждый бы решился на такую операцию и потом когда мы уже взлетели во время полета по нашему вертолету было еще попадания вот но пилот удержал машину и мы долетели когда уже долетели вышли с борта то увидели что в общем как сказал пилот поздравляю вас со вторым днем рождения в общем мы долетели на одном двигателе один был поражен то есть там выгоревшая часть слева была от борта ну в общем и мы добрались а позже нам сказали что один вертолет не долетел потому что его подбили и он рухнул на вражеской территории и вот так вот я оказался в госпитале все это без запоминалось бильж за все у мариуполе больше всего но я там запоминается каждый уголок потому что там все было враждебно и так как я вообще родился в этом городе и прожил я его не узнавал иногда я я не мог сориентироваться на местности я не понимал какая-то улица настолько все было разрушено но больше всего запомнились это конечно же мои побратимы это просто невероятно что они делали вот просто я я не знаю я за эти шесть дней что там находился мне уже было морально тяжело то что они вытворяли там на тот момент я не помню или 70 дней или 80 дней было в блокаде они держали оборону но это просто из ряда вон выходящего у меня вообще огромная вот гордость что я горжусь тем что я их знаю что я с ними прохожу службу что я их знал до всех этих ужасных событий кровавых просто невероятно они жгли коктейлями танки они отстреливались до последнего они выходили с окружений профессионализм и отвага ну это я не знаю вот вот серьезно вот они меня запомнились больше всего и вот эти вот их лица когда я прилетел я прилетел свеженький по хорошему я улыбался я был еще на эйфории что я вообще добрался на их глазах вот на многих читалось вот моральное просто истощение вот человек морально физически истощен но тем не менее он шутит тем не менее он говорит давайте сегодня ночью попробуем зайти им в тыл и откинуть их таким образом то есть проводились контратаки ночные ну никто даже глухой бароне не отсиживался вот просто вообще вот защитники города мариуполя мне запомнились больше всего больше всего из таких мелких казалось бы невзрачных деталей что мне запомнил запоминалось еще это когда я был на позиции вообще когда вот именно я прилетел и выходил на позиции starlink интернет там был далеко не везде там он был в нескольких только местах на самих позициях его не было и когда я рассказывал как я тут оказался иногда меня спрашивали как ты тут оказался я иногда пытался шутить я говорю я спустился с небес парни вот ну парни шутки эти понимали ну в общем из таких деталей что иногда раз несколько дней несколько дней приносили бумажки с последними новостями с большого мира то есть там называли все что не касается территории мариуполя большая земля с большой земли эти новости были на бумажках то есть и эти бумажки вот когда каждый их перечитывание были до такой степени протертый ну вот вот знаете вот как будто бы блокада какого-то города второй мировой вот самом деле тот же самый госпиталь в Азовстале я не думал что в 2022 году я окажусь в такой ситуации ну в общем и целом если брать эту картину не знаю ну вот эти вот бумажки с новостями меня немножечко поразили и все и и на каждой позиции когда вот я объяснял как я добрался меня сразу окружали и давай расспрашивать все я я там стоял я выполнял хотя бы какую-то пользу тем что я рассказывал но я не врал я говорил как есть что мол парни там ситуация там на херсонском направлении такая в такая-то там под Киевом такая-то такая-то то есть говорил как есть и а мой командир когда меня увидел он вообще он меня послушал послушал говорит блин комета ну твой прилет вселил мне надежду говорит хоть хоть какой-то толк в этом есть а бывало такое что другие мои друзья когда я говорю вот я здесь пацаны я же говорил что я попаду к вам они говорили зачем ты сюда приехал ну типа ты видишь это происходит ну доволен говорит ну и зачем мы же тебя просили там о наших семьях побеспокоиться что ты тут сделаешь ну такое тоже было но это тоже был как наш специфический юмор а когда я встретил своего ближайшего друга это вообще то есть у меня два друга было ближайших но один к сожалению погиб еще 16 марта это Игорь Краснобрыш у него осталась жена Элла и девочка Майя которой двух лет до того времени не было а другой мой друг не буду называть его в общем он был живой я с ним встретился так что я хотел утром с ним встретиться был на одной позиции а должен был поехать на другую позицию чтобы с ним именно увидеться а так получилось что в 6 утра он залетел к нам весь в крови и говорит быстро нужна машина на эвакуацию в общем он принес раненого эвакуину привез раненого чтобы его дальше отвезли на госпиталь а ему говорю привет он говорит здорово и дальше рассказывает рассказывает а потом так медленно поворачивается и давай там в общем шквал матов какого как ты тут все я говорю да вообще это был такой момент я ему специально привез колбасы нарезной салями ну всякие там прикольчики сыров там всяких мрешку взялся в паек вот это был самый самый такой момент а потом он сказал ну что пошли со мной я говорю пошли и вот я с ним на направлении пошел як пройшло твое ликувание лечение прошло нормально из нюансов немножечко правоуха звенит но это совсем чуть-чуть это вообще по сравнению с другими парнями это царапины в целом жив здоров вообще в данный момент я уже ну абсолютно чувствую себя здоровым человеком все отлично прошел реабилитацию сейчас работаю дальше все хорошо все тебе мотивует знов и ты до боя я думаю первую очередь совесть перед теми же парнями кто в плену вот это вот в первую очередь потому что когда они вернутся ну что я им скажу тем более я целый то ранение характер ранения что у меня было это все восстановительно я уже давно восстановился совесть идет полномасштабная война в общем ай ну иначе я не могу сделать я не знаю чтобы это не выглядело прям как пафосно я что-то говорю значит совесть перед своими друзьями и все поэтому и